Привет, мои дорогие! Рада видеть вас на канале Мама Может! Сегодня я хочу поделиться с вами способом, который я использую для заморозки некоторых ягод. Вообще, наверное, самый распространенный способ заготовки ягод на зиму, это различные джемы, варенья и конфитюры. Но я не очень люблю возиться с подобными заготовками и, честно сказать, мне кажется, что при термической обработке ягоды теряют свои полезные свойства и витамины. Поэтому я предпочитаю их замораживать. Сделать это можно тоже двумя способами в натуральном виде и с использованием сахара. Но при заморозке в натуральном виде ягоды теряют свою структуру и становятся кислыми. Поэтому таким способом я замораживаю лишь плотные упругие виды ягод, такие как смородина, крыжовник, вишня и подобное. С мягкими ягодами, клубникой, малиной, земляникой я поступаю следующим образом. Я делаю из них пюре, добавляю сахар и замораживаю их вот в таких вот контейнерах. Сейчас у меня есть небольшое количество виктории. Виктория это такой сорт клубники и я хочу на примере показать вам, как я это делаю. Ягодки нужно промыть и удалить все листочки. Теперь нам из этих ягод нужно сделать пюре. Пюре можно сделать блендером, но я считаю, что получается слишком жидкая консистенция, поэтому предпочитаю использовать обычную деревянную толкушку именно для сохранения волокнистости у ягод. Затем нужно добавить сахар. Сахар вы добавляете на свое усмотрение, но учтите, что если вы добавите слишком мало, то при разморозке ягоды будут очень кислыми. Тщательно вмешиваем сахар в ягоды и можно раскладывать его по контейнерам. Когда мы разложили все ягодки по контейнерам, их сразу можно перемещать в морозилку. Вся прелесть этого способа в том, что ягоды сохраняют свой насыщенный яркий вкус и в зимний период приносят частичку лета на ваш стол. Хранить такие ягоды можно в течение года, естественно, в герметично закрытых контейнерах и желательно, чтобы все ваши замороженные ягоды хранились в отдельном ящике вашей морозилки, дабы избежать смешивания запахов и не испортить вкусовые качества продукта. На этом у меня все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и было вам хотя бы немного полезно. Если это так, то обязательно ставьте пальчики вверх. Также пишите в комментариях, пользуетесь ли вы таким способом и что вы о нем думаете. А может быть у вас есть какой-то свой метод заморозки ягод, которым вы можете поделиться с миром. А я прощаюсь с вами до следующей недели. Всем спасибо и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok